Решаем задачу 30. Здесь нарисован круг. Если точка O является центром этого круга, то какая часть круга заштрихована? Сейчас я изображу это. Изображён круг. И есть две линии, которые проходят через его центр. Одна линия выглядит вот так. Другая линия выглядит примерно так. По условию точка O является центром. Этот угол по условию составляет 150 градусов. Вопрос. Какая часть круглой области заштрихована? А заштрихована вот эта область. Таким образом, мы должны выяснить, какой процент полного круга заштрихован. Давайте порассуждаем. Если это 150 градусов, то сколько градусов составляет вот этот угол? Этот угол и угол в 150 градусов смежные, верно? Сумма этих двух углов составляет 180 градусов. 30 плюс 150 равно 180. Или вы могли сказать, «О, это вертикальные углы, они равны». Вы можете привести здесь тот же самый аргумент. 150 плюс этот угол равно 180. Поэтому этот угол равен 30. Итак, сколько же градусов составляет угол заштрихованной области? У нас 30 градусов здесь и 30 градусов здесь. В сумме 60 градусов. А сколько градусов составляет полный круг? 360 градусов. Таким образом, 60 разделить на 360. Одна шестая круга заштрихована. Таким образом, решение задачи — 30. Вариант С. Задача 31. Хуану требуется 11 секунд, чтобы пробежать у ярдов, то есть у ярдов каждые 11 секунд. Вы можете представить по-другому у разделить на 11 ярдов за секунду. Совсем неплохо. Итак, сколько секунд ему потребуется, чтобы пробежать х ярдов с той же скоростью? С той же скоростью. Он движется со скоростью у ярдов в секунду. Сколько ему потребуется времени, чтобы преодолеть х ярдов? Если я иду со скоростью 5 миль в час, сколько мне потребуется времени, чтобы пройти 10 миль? Допустим, я прохожу 5 миль за 1 час, или, скажем, 5 метров за 1 час. Сколько мне потребуется времени, чтобы пройти 10 метров? 10 разделить на 5 равно 2. 2 часа. Аналогично у нас есть скорость Хуана. Скорость, о которой мы говорим, означает, как быстро он может передвигаться. Его скорость составляет у разделить на 11 ярдов в секунду, а мы хотим узнать, сколько ему потребуется времени, чтобы преодолеть х ярдов. Мы можем взять х разделить на скорость, разделить на у разделить на 11, и получим ответ в секундах. Мы могли бы рассчитать единицы, однако это х, умноженное на 11, разделить на у. Это равно 11х разделить на у. Другой способ увидеть это значение по скорости. Мы знаем, что расстояние равно скорости, умноженной на время. Возможно, это более простой способ рассуждения. Однако он хорошо формирует представление о предмете. Расстояние равно скорости, умноженной на время. По условию расстояние равно х, а скорость у разделить на 11 ярдов в секунду. Таким образом, у разделить на 11, умноженное на время, равно х. Если вы хотите вычислить время, то делите х на у разделить на 11. В любом случае, вы получаете 11х разделить на у, что является вариантом А. Задача 32. У Джона есть 10 пар носков. Какое максимальное количество пар подходящих носков у него останется, если потеряет 7 носков? Джон теряет 7 носков. Давайте порассуждаем. Какой самый худший вариант при составлении подходящих пар? Самый худший вариант, если все эти носки принадлежат разным парам. Поскольку тогда Джон остался бы семью носками, у которых их носки-пары пропали. Итак, какова лучшая ситуация для составления оставшихся пар? Если мы хотим сохранить оставшиеся пары, эти 7 носков должны составить как можно больше пар. Это могут быть 3 пары и 1 отдельный носок. Это наилучший сценарий для получения самого большого числа парных носков. 7 носков — это 3 пары и 1 отдельный носок. Что осталось у Джона? Эти 3 пары пропали. Вспомните, у него было 10 пар. Давайте это учтём. Допустим, Джон потерял только 3 пары. Тогда у него осталось 7 пар, верно? Но если он теряет ещё один носок, то у него останется только 6 пар. 6 пар и 1 носок. Таким образом, у него остается 6 подходящих пар. Это вариант В. Задача 33. Каков худший случай, если задача имеет другое решение? Каково минимальное число пар, оставшихся у Джона? Каждый из этих носков нарушает одну пару. Потери 7 носков приводят к потере 7 пар. И в худшем случае, если каждый из этих носков из разных пар, у Джона остается 3 пары. Однако это не ответ задачи, поэтому мне не стоит на этом сосредотачиваться. 33. Какое наименьшее положительное число является целым числом, которое делится на каждое из чисел от 1 до 7 включительно? От 1 до 7, включая 1 и 7. Какое число делится на каждое из этих чисел? Оно должно делиться на 7, верно? 7 — простое число, поэтому оно должно делиться на 7. Оно должно делиться на 6. Числа 7 и 6 не имеют общего множителя, поэтому число должно быть не менее 7, умноженного на 6. Оно должно делиться на 5, поскольку 5 — простое число, и не имеет общего множителя с любым из этих чисел. Оно также должно делиться на 4, верно? 6 — это произведение 2 и 3. Чтобы сделать его делимым на 4, нужно умножить его еще раз на 2. Таким образом, оно делится теперь на 4. Запишем это так. Оно должно делиться на 7, должно делиться на 6, и на 2, умноженное на 3. Оно должно делиться на 5, оно должно делиться на 4, но у нас уже есть один делитель 4. Это 2, нам необходимо умножить его на 2. Таким образом, можно сказать, что оно делится на 4. Оно должно делиться на 3. Итак, оно уже делится на 3. Оно должно делиться на 2. Оно делится на 2 дважды. Оно должно делиться на 1. По факту оно делится на 1. И заметьте, мы исключили простые делители. Если умножить 7 на 6, потом на 5, на 4, на 3, на 2 и на 1, то получим число, которое делится на все числа, но оно не будет наименьшим. Какое число в итоге? Давайте сначала перемножим меньшие числа. Перемножаю большие числа. 7 умножить на 5 — это 35. 2 умножить на 3 умножить на 2 равно 12. 35 умножаем на 12. 35 умножить на 2 равно 70. 0 умножаем равно 350. И пишем 0. 7 плюс 5 равно 12. 420, вариант А. Это наименьшее из списка число. Следующая задача — 34. 34. Какой процент от 30 составляет 12? 12 является результатом умножения 30 на десятичное число. Мы можем преобразовать это десятичное число в проценты. Просто умножим его на 100. Итак, х равно 30, простите, 12 тридцатых, или 4 десятые, что равняется 0,4. Итак, если вы хотите записать десятичное число в процентах, вы просто должны умножить его на 100. Это 40%. Это вариант D. Очень важно записать его именно таким образом. Какой процент от 30 составляет 12? Это должно быть меньшее число. Вы можете размышлять так, 12, какая-то часть от 30. Или вы можете сказать, 12 тридцатых в процентах — это сколько? Это х процентов. Вы можете рассуждать и так. Это одно и то же. Важно уметь правильно разъяснять. Задача 35. Если 1,5 разделить на 0,2 плюс х равно 5, то чему равен х? Давайте решим. Умножим обе стороны этого уравнения на сумму 0,2 и х. Левая часть уравнения сокращается. Остается только 1,5. На правой стороне сколько будет 5 умножить на 0,2? Это 1, верно? 0,2 — то же самое, что 20%, или 1,5. 5 умножаем на 1,5. Это 1 плюс 5х. Вычитаем 1 с обеих сторон. Остается 0 и 5. Полтора минус 1 будет 0 и 5. Равно 5х. Таким образом, х равен 0,5, делённому на 5. х равен 0,1 ответ b. Увидимся в следующем видео.